Здорово, работяги! Есть классный вопрос от Константина на тему разработчиков, на тему перспектив Android iOS разработки. Зачитаю его. Интересно твое видеомнение об обучении с нуля и перспектив на Android iOS разработчика в возрасте 30+. Входные в виде макбука и времени 6 месяцев есть. Тема интересна. Живу в маленьком сибирском городке. В последнее время все закрывается, перспектив ноль, разве что грузолем, таксером, разнорабочим. На нормальные места без блата хрен устроишься. Давай, Константин, разберем то, что ты написал, тема интересна. Первое, над чем я предлагаю тебе разобраться, действительно ли тебе интересна эта тема или интересность темы, навязанная системой. Смотри, раньше системе были выгодны военные. И для того, чтобы в систему входило больше военных и больше людей работали в этой сфере, система транслировала во всех своих источниках идеи о том, что быть военным — это престижно, быть военным — это высокооплачиваемо, быть военным — это с точки зрения патриотизма. Ты патриот, ты защищаешь Родину, это тоже хорошо. То есть система, так как она нуждалась в военных, она через свои источники, через рекламу, через фильмы. Если вспомнишь фильмы, во всех фильмах транслировалась мысль о том, что военные такие молодцы, они крутые, они защитники Родины и так далее. Также через своих агентов система транслирует эту мысль. Часто это женщины. Тогда все женщины в то время хотели себе военного, выйти замуж за военного или за, допустим, пилота. Тоже такая профессия была системой востребована, поэтому система транслировала через свои источники эту мысль. Сейчас же системе не нужны военные, они нужны, но не так, как программисты. И программисты сейчас для системы это очень важные, скажем так, специалисты. Я думаю, возможно, даже максимально важные. Поэтому система со всех сторон транслирует мысль о том, что быть программистом – это высокооплачиваемо, выгодно. У тебя всегда будут деньги, ты всегда будешь в тепле, у тебя всегда будет все хорошо. Но так ли это на самом деле? И действительно, вот ты написал, что тема интересна, действительно ли тебе интересна эта тема? Или же эта тема все же навязана системой? И тут главное уяснить, вот главное тебе ответить честно перед собой на этот вопрос. Я советую тебе для того, чтобы это сделать, сделать следующую вещь. Найди тихое место, максимально тихое место, где тебя никто не будет трогать. В голове у тебя также должна быть тишина, то есть у тебя не должно быть какого-то внутреннего диалога, ты должен быть расслаблен, ты должен быть спокоен. Если вроде тихое место, но внутри, внутренний диалог, какие-то мысли, какие-то вопросы, проблемы возникают, нужно, значит, подождать, сядь через несколько часов, опять попробуй, смотри, есть ли мысли или нет. После того, как ты сел, представь себе, что ты вот программируешь, что ты программист. Представь себе какую-нибудь IDE, где ты сначала нажимаешь, там пишешь код, какое-то что-то делаешь, нажимаешь кнопку скомпилировать. И тебя получается, представь, что все горит зелененьким, compile, complete, и все хорошо, все хорошо, все скомпилировалось, все получается тебе. А потом представь, что ты нажимаешь compile, и тебя все красным, там build failed, куча ошибок, куча всяких проблем, конфликт в библиотеке, непонятно, что происходит. И ты вот сидишь в этом, разбираешься, вот и окунись в это, вот эти мысли, прямо окунись. И когда ты окунешься, задай себе вопрос, если бы у тебя был последний месяц, последний месяц твоей жизни, занимался ли бы ты этой работой или нет? То есть через месяц ты умрешь, вот таймер начал тикать, 30 дней и все. Занимался бы ты этой деятельностью или нет? Это первый вопрос, который тебе стоит задать. Второй вопрос, который бы тоже помог, если после первого вопроса, так сказать, не дошло до конца. Второй вопрос, это, предположим, у тебя сейчас были бы все деньги, какие только возможно. То есть на всех банковских счетах у тебя были бы какие-то безлимитные кредитные линии или просто безлимитные балансы, так скажем. Тебе не нужно было больше работать и думать о деньгах. Так, занимался бы ты этой деятельностью или нет? Вот ответь себе честно. И это очень важно, это самое главное. И неплохо, если ты ответишь «нет». Ты главное должен честно для себя понять. Неплохо заниматься деятельностью, которая тебе не нравится, но когда ты понимаешь, что у тебя других вариантов сейчас нет, тебе нужно этим заниматься. То есть ты работаешь через силу, ты занимаешься тем, чем не хочешь заниматься, но при этом ты понимаешь, что ты не хочешь заниматься. Главное не обманывать себя, понимаешь, вот я что. Не обманывая себя и будь честен сам с собой. И вот это вот системное, вот это, эти манипуляции, навязывания, их очень сложно отделить сейчас, потому что они транслируются со всех сторон. Сейчас все говорят про программирование, стартапы программистов, всякие фильмы про Цукербергов всяких и так далее. Все, там женщины говорят о том, что программисты выгодны. Вопрос в том, выгодно ли это тебе. И действительно ты хочешь этим заниматься или нет? Вот и все. Ответь тебе на этот вопрос. И если дальше у тебя будет ответ нет, то ты пойми тогда, скажем так, меньшее из нескольких зол тебе нужно выбрать. То есть ты не хочешь работать таксистом, ты не хочешь работать разнорабочим грузчиком, потому что тебе это не нравится. Но ты также и не хочешь работать, возможно, программистом, потому что это тебе тоже на самом деле не нравится. Пойми, в системе все равно на тебя, вообще все равно. Ей пофиг. Главное с тебя выжать все ресурсы, а дальше ей не важно. Ей не важно твое здоровье. Да, я знаю много программистов, у которых очень серьезные проблемы со здоровьем. Никто про это не говорит. Проблемы и физические, и психологические. И я знаю топовых прогеров, у которых едет кукуха, и они вот с этим не могут справиться. Потому что когда ты с аккомпом сидишь десятки часов, это сложно, это очень сложный труд. И, естественно, система не говорит. Система говорит только о плюсах, о преимуществах, о том, какой ты будешь крутой, и что у тебя будет много денег, станешь Сукербергом, откроешь свой стартап. Но что на самом деле? Поэтому честно ответь тебе на этот вопрос. Ну а дальше уже решай сам.